Хороший провайдер дает доступ по SSH. Кто SSH слышал? SSH. SSH это Secure Shell, то есть безопасное соединение, безопасная оболочка, безопасный туннель к вот этому серверу. И мы выдаем, у нас терминальный эмулятор, мы можем общаться с сервером таким способом. Кто общался вообще с сервером по SSH? Какие-то команды выполнял? Здорово. Давайте посмотрим, как подключиться. Вот нам хост дает адрес, куда мы можем подключиться, юзер, имя пользователя, мы подключаемся на сервер вот такой командой. И у нас будет командная строка в командной строке. То есть мы из командной строки в командную строку уже с сервера пошли, и у нас можем выполнять команду уже на самом сервере. Отлично. Вот первую команду разберем. pwd называется pathworking directory, то есть там, где мы сейчас находимся. Если это напечатать, сервер нам ответит, в какой директории сейчас находимся. Здесь home user, как пример, здорово. Мы здесь находимся. Следующая команда ls. Это list, то есть дай мне сервер, дай мне список файлов, которые в этой вот директории home user. Нам выдает список файлов. Это все в терминале. Мы видим файлы. Можно прочитать файл. Кто видит файл там такой интересный? Passwords.txt, да? Паролики. Давайте прочитаем, что там за паролики. Cut passwords. Оп, нам выдает то, что там в файле. Конечно, это не очень хороший пароль. Раза три, четыре, пять. Но тем не менее. Также cd, change directory. То есть мы можем пройти в паблик html. То есть мы вот здесь видели, что есть паблик html. Это директория. Мы туда зайдем. И там, в принципе, наша установка WordPress. Да, всем знакомые файлы. Кто по FTP смотрел, увидел. Здорово. Есть файлы. Что мы будем делать? Ну, давайте попробуем удалить их все. RM, remove. Удаляем всю директорию. Страшная команда. Страшная команда. Теперь список файлов. Запрашиваем. Ничего нет. Пусто в этой директории. И, естественно, наш сайт упал. Потому что все, WordPress там нету. Что же делать? Заказчик уже звонит. Мы тут поиграли в эмуляторе, в терминале, да? И сайт сломали. Будем тогда устанавливать WordPress через командную строку. В FTP забыли через командную строку. Есть такая команда WP называется. Естественно, на большинстве хостингов ее нету. Поэтому вы получите команду FTP, WP, нету такой командной рейдинг. Но она нам нужна. Потому что она супер. Она нам поможет установить WordPress, взаимодействовать с WordPress через командную строку. Качаем на WP-клей.org. Там есть все инструкции, как установить эту утилиту, чтобы с WordPress взаимодействовать. Устанавливаем. И у нас, если мы напечатаем WP в командной строке, у нас выйдет Magual. Там все список всех команд. Я сейчас немножко про какие-то команды расскажу. Во-первых, попробуем WP-user-list. Это нам выдает всех пользователей в WordPress. Естественно, мы свой WordPress удалили. Правильно? Его нету, поэтому нам скажут, this doesn't seem to be WordPress installed. То есть там WordPress нету, команда не знает, что делать. Нам нужно, во-первых, скачать WordPress. Это вот команда WP-core download. Он вытянет самую последнюю версию сайта. Это сейчас 4.8 версия. Все файлы скачает. Потом WP-config create. И там указываем базу данных, название, юзера, пароль. И там много можно еще указать. Но он сгенерирует WP-config, где у нас вся конфигурация WordPress. И потом, в конечном итоге, WP-core install уже установит в базу данных все, что нужно. Мы прописываем URL, название самого сайта, администратора и прочее. Выполнив вот эту команду, нам скажут WordPress installed successfully. И выдаст админский пароль. Или такой рандомный. И уже мы можем взаимодействовать с WordPress. То есть сайт поднялся, все. Супер. И, конечно, мы базу там убили, но придется ее восстановить. Тем не менее. Заметьте то, что мы мышкой ничего не делали. Это реально 4 команды, которые можно запомнить или записать. Или там файлы. И просто автоматически все установилось реально за 2 минуты. Дело в том, что если вы будете мышкой, зашли на WordPress.org, скачали файл, открыли FTP, там что-то вбили, там пароль спросил. То все 5-е-10-е, у вас уйдет там 10 минут, наверное, да? Или WordPress сколько рекомендует? 5 минут famous install, да? 5 минут. 5 минут. Но вот здесь мы можем, в принципе, ну за минуту можно все сделать. Потому что реально это 4 команды, и у вас уже WordPress на сервере стоит. Поэтому это преимущество. Вот ту команду, WP User List. Выдает нам список всех пользователей в WordPress. Нам не нужно заходить в админку, смотреть, что там за пользователь, нам ничего не нужно. Нам сразу по табличке в этом терминале выдало всех пользователей. Также мы можем поменять пароли, создать пользователя. Все из командной строки, не заходя туда, не вбивая там админские пароли, ничего. Вы все по SSH делаете напрямую с сервера. Это экономит очень много времени. Также можно взаимодействовать с постами, которые там есть. Блокпосты можно писать из терминала, или выходить в этот, это, конечно, бородатый, радикально как-то, но можно это делать там. Удалить, там, менять статусы. В принципе, все можно через командную строку делать. WBDB CLI, это даст нам еще одну, это уже третья командная строка, но уже на базу данных. Это MySQL запускается, или MySQL, у кого стоит на компьютере, на сервере. И можно уже тут SQL, какие-то запросы делать. Уже не нужно ни пароли обнимать, ничего. Он читает WP CLI, читает WConfig файл, и уже сам делает соединение, и тоже очень быстро это все происходит. Также можно экспортнуть базу данных, импортнуть базу данных. Все одной строчкой. Не надо лезть в PH, не мая, в мир, кто пользуется, не пользуется, и зачем. Так что это намного удобнее. Также есть WP Shell, это тоже оболочка, но здесь уже командная строка самого PHP. То есть вы, выполнив вот эту команду, вам подгружается все ядро WordPress, и вы можете выполнять любые команды, которые вы в PHP коде пишите. Например, WP Shell Count Users, это есть такая в ядре команда, Count Users, она выводит список всех паралям, сколько пользователей на сайте. То есть там можно просто PHT-код писать, и он будет выполняться в контексте ядра загруженного. Это тоже очень удобно, не надо загружать какие-то плагины самодельные, самописные, что-то, а просто исполнять, выполнять команды здесь. На самом деле в этой утилите WP3 очень много список по умолчанию того, что в нем есть, что он может. Это работа с кэшем, работа с системой юзеров и их разрешениями, работа с крон, кто кроном пользуется, это вообще идет в решете. Также можно PHP-код исполнять, подключение к базе данных, как я уже показывал, плагины устанавливать прямо с командной строки, вам не надо строки. Вам не нужно заходить в админку, искать флагин, вы если знаете, как он называется, вы этот слаг просто пишите, WP3 plugin install, активировать флагины, темы, все из командной строки, не трогая мышку. Это же здорово, это супер. Что там еще есть? Супер командный search replace, которая позволяет в базе данных какую-то строку заменить с одной на другую. Это супер, когда вы хотите сайт перенести полностью, то есть URL меняется, у вас был девелоперский какой-то URL на локалку, вам нужно перенести, вы просто так не можете в SQL-дампе, сделать замену, потому что там есть сериализованные данные, которые поломаются, если вы просто в текстовом файле поменяете, и у вас обязательно опции слетят какие-то, еще в теме опции слетят обязательно, потому что там все сериализовано, и нельзя это делать. А search replace команда, она по-умному сделает сериализацию сначала, все данные поменяют, и в принципе по-чистому сделает вам перенос, это очень здорово. Также можно с HTTP на HTTPS очень легко перейти, точно так же, просто search replace, HTTP, HTTPS, все, она там меньше минуты эта команда заняла, в зависимости от того, насколько большая ваша база данных, и все. Вам не надо там ничего качать, никакие утильиты, ничего устанавливать, все из командной строки, вы за две команды просто сайт перенесли по URL, все. Что тут интересного еще есть? Работа с таксономиями, работа с виджетами, с транзитами, в принципе все, что можно сделать в админке, из функционала того, из коробки, то, что идет в WordPress, все можно сделать из командной строки. Это такой супер интерфейс. Ну, кстати, вот с этими транзиентными опциями, там-то в админке с коробки нету этого. Да, кстати, вот транзитов, и работы с кэшем там нету, то есть тут даже еще больше того, что есть в админке. Больше, конечно. Также можно исполнить любую функцию, вы на PHP написали функцию, вот так можно ее исполнить. Она в контексте ядра будет исполнена, то есть можно не просто пользоваться тем, что там есть, но еще и свой функционал добавить. Можно полностью автоматизировать. Есть менеджер, который пытается в луком мэрос, допустим, делать работу с заказами, работой или с продуктами. Вы можете это автоматизировать, облегчить задачу менеджеру. И также можно писать в свои команды и вызывать их прям вот там, вот там, my command, он будет подгружаться из IH-ки кода. То есть вы просто дополняете, он может все. И что вы захотите, то в принципе он сможет. Вот вы выполнили, он говорит, taking over the world. Да. То есть он может все. Отлично. В принципе, я думаю, вы согласитесь, что мы мышку здесь ни разу не трогали. Я здесь даже мышки не обладал. Но тем не менее. В принципе, это ускоряет процесс работы. Более эффективной становится работа. У вас времени больше на какие-то другие вещи, кто дизайнер. Дизайнер будет заниматься, а программисты больше времени будут проводить в командной строке. Ну и последняя команда, exit. Это все завершает. И мое выступление. Если вопросы какие-то у вас есть, я отвечу с удовольствием. Нет. Да. Вот так. Есть такой нюанс, когда при экспорте и не импорте базы данных с маленькими, когда там кодировки. Да. Это... кодировка мультибайта. Там будет и Кли, она поддерживает все флаги, которые MySQL Dump поддерживает. Можно ей давать. То есть там кодировка MB4, кем-то, MB4, MBTF, Ava. Вот надо просто ее... Девушки, я не сильно переживала, что смайли, как вы просто... Да, они сломаются, если просто так... Это должно... даже скоро пофиксить, если еще не пофиксили. Мы до сих пор пользуемся этим. Кодировку отдаем. Есть вопрос. Ну, не совсем про командный сток, а про терминал. Да. Сейчас включет, как бы, в рамках терминала все делается. Правильно? Да, да. Это все в терминале. Это вы подключались к серверу, где дисплея нет, где мыши нельзя особо подпрыгать. Естественно, да. Вот просто нам дает интерфейс, веб-интерфейс, где мы заходим в админку и там что-то делаем. Но еще нам сервер дает интерфейс, где мы можем файл с файлами работать, можем редактировать файл, то есть, в принципе, лишь я, ну, 95% своего времени провожу в командной строке, даже на компьютере на своем досуге. То есть, у меня редактор текста в командной строке, все действия не в проводнике, как в обычном, там, в проводнике по папкам, что-то, а все действия в командной строке. Посмотреть файлы, удалить файлы, копировать, перемещать, все в командной строке. Это быстрее, чем мыши. То есть, мышку, чем меньше трогаем мышку, тем у нас программистов сохранится, мобильность, да, знаете же, все про синдром, туннельный синдром. Поэтому, больше печатаем, ничего, что трогаем. Вот вы скажите, почему, почему, просто, я пришла обучаться, в интернер-прессе, люди посятся терминалом, чтобы не делать, например, сразу на живую, на сайте, в своей большинстве. Ну да, это, конечно, ошибка на живую, лучше начало. А почему, почему эта ошибка, например, сайт, на хостинг не закрыт, для того, почему ты не можешь, какие преимущества в данной ситуации, просто он тебе закачивает, заказал сайт, но он пока еще закрыл, и ты не можешь его сразу внутри сделать. Почему? Можешь. Нет, ты можешь. Почему ты нарушу терминали, все делают терминали, в таком случае? Нет, не все делают терминали. Обычно как, если заказали сайт, мы покупаем хостинг, мы делаем локально, что-то там, все сделали, проверили, и по FTP выгружаем файл туда, правильно? Все обычно так, как было. Можно, естественно, взять и все начать программировать уже на сервере, использовать сервер, как программную оболочку, все, все там делать, пожалуйста, это можно, конечно. Но это как бы минус, единственный минус, это тот, кто не привык. Тут нужно привыкнуть, как бы, перейти вот эту, я не знаю, это может быть страх, или кто работает вообще исключительно в терминале. А остальное, это контроль версии. Если это все делать, через вот такие штуки, начиная группе, туда и сюда. Есть и графические оболочки, гид кракен есть, очень красивый такой. Там тоже щелкаешь мышкой, и все, то есть, не нравится терминал. Как это и форсис, я не знаю. Кракеном? Сорс 3 есть, вот он повторяет. Да, их много, очень графические оболочки. Это весь преимущество какое-то, я не понимаю. Ну, для тех, я не знаю, есть какая-то, может, боязнь терминала, или еще что-то. По-моему, ты когда-то мне, недавно говорил, что ты боишься заходить по SSH на сервер. Правильно? ты такой, значит, ментальный богир, без дизайнеров, по крайней мере. Ну, как же, словно дизайнеров, я не знаю. То есть, те, кто сначала работают по FTP, берут там, фразилии, еще там, сто лет назад, и потом, ты заходишь в терминал, ты думаешь, что сейчас наберешь какую-нибудь команду, и чувствуете, что тебя... Ну, оно так и может произойти, на самом деле. Например, если вот по команде ARM, она же не складывает в ARM не сразу видно. Там корзины нет, ничего такого нет. если ты удалил ARM, файл какой-то, в разор, в заранее. Да, да. Поэтому идиотерит, назвать Rache Open, которая в корзину складывает. Там можно создать алиэс на эту команду, и у тебя ARM, это будет MV, вот этот файл, файл .crash. Оно так на самом деле работает. То есть, в Linux, когда мы делить нажимаем на клавиатуру, он не ARM делает, а MV делает, то есть, move файл в корзине. Можно его переписать и в терминале, в том числе. Вот. Но если у вас контроль версии, если у вас нет доступа третьих лиц к серверу и прочее, можно вполне комфортно ощущать себя и работать с этим. Два вопроса. Первый. Сколько много пришлось, наверное, параметрических щелскриптов написать, чтобы прям даже не вот vp-cord-onload, core-config и все вот это install писать, а именно просто ксх-файл один запустить, передать ему название и... Конечно. Нет, я говорил, что можно это автоматизировать. Если вы постоянно разворачиваете новое это, можно написать скрипт, shell-скрипт называется, который, вместо того, что вы даже будете печатать, там вот эти три команды, типичные какие-то настройки, там, mysite, и вы запускаете этот shell-скрипт точно так же и у вас за 5 секунд реально вот происходит там скорость интернета упирается, если скачет, хитритон иногда заклещирование бывает. все 100 мегабит, и да, кстати, я вчера, когда это, тестировал, W3CWord.umlog, у меня есть кэш, он мгновенно мне поставил, поэтому... Я и спросил, в практике, сколько вот таких ты уже написал? Ну, один там просто на разворачивание, один на подгрузить список плагинов, сразу их активировать, там же много всякого. Мы можем полностью прям автоматизировать развертку полных проектов, пожалуйста, на, допустим, компания, на которой я работаю, у нас все автоматизировано, то есть клиент регистрируется, и мы делаем, значит, запрашиваем провизию нового VPS, и туда уже через WP-кли уже все качается, все настроения, все это автоматизируется, то есть нам, в принципе, ничего не нужно, а через 5 минут уже сайт готов к работе с их URL-ами, паролями и прочим. Поэтому это просто необходимость, терминал это необходимость. И второй вопрос, может, у тебя вдруг на кончиках пальцев есть информация, вот где-то же версии 2 назад по Тометик типа сказал, все, мы будем теперь развивать WP-CLA, типа все, мы вкладываемся, так сказать, и там поперло, то есть они прям каждую месяц с новой версией, нового функционала, потому что я вот им пользуюсь с 0, там 6, там 0, ну, с какой-то старой версией, вот что конкретно изменилось за последний там? Нет, ну, вот из старой версии, там, если сейчас посмотреть на список того, что есть сейчас, он огромный, он просто на экран, на один не вмещается, весь функционал, то есть сто процентов не было работы с мультисайтами, а сейчас есть у нас супер админ, нетворк есть, это все работает с мультисайтами, скорей всего до Нейвучи там не было в тех старых 0,6 и прочее, когда там один человек ментейнер был, по-моему, скрибу, а сейчас полностью там много, сейчас у них на сайте можно посмотреть, очень много кто спонсирует, потому что действительно через командную строку с рокпрессом программисту легче работать, вот это и быстрее, ну да, и самый крутое момент вообще, я представляю, быстрее вообще-то вот, да, еще можно сказать вопрос еще ну все, тогда спасибо за внимание сейчас подождите, я под словом скажу ну да, двухминутный брейк и кто? Александр? ну да, да сейчас, вы на готовность за ее я потом расскажу да да можно качать ничего не оставай немножко вообще буквально 20 лет мы спали туда ну да спасибо ну да спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»